Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами разберем случай покраснения головки полового члена после секса с женой. К нам обратился мужчина, который вместе с женой длительное время сидел на карантине по поводу коронавируса. Он перенес его в легкой форме. Люди были заперты в одном помещении. У них произошел секс, которого давно не было. Как видите на картинке, покраснела половый член, покраснела крайняя плоть. Это произошло, во-первых, на фоне длительного стресса по коронавирусу, во-вторых, самой вирусной нагрузки, в-третьих, стресс по поводу секса с женой, которого давно не было. Я всегда говорю мужчинам, у которых давно не было секса, что нечего и начинать. Это приводит к таким последствиям плохим. Поэтому, в принципе, если у вас нет секса с женой регулярного, то лучше это не инициировать вновь, а то у вас покраснет головка, что является нередкостью. Это еще далеко не самое печальное последствие подобного секса. Что в этом случае он сделал? Естественно, обратился в КВД по месту жительства. Сначала назначили крем Тридерм. Не подошло. Поставили кандидозный, что естественно. Потом, соответственно, Акридерм. Тоже не подошло. Член так и оставался красным. Ну и, соответственно, после этого один уже грамотный дерматолог, опытный назначил Пимофу-Корт крем. Вот это уже как в той приключениях Буратино. Жаба долго мяла влажной лапой Буратино и сказала верный диагноз. Пациент скорее жив, чем мертв. Вот здесь произошло то же самое. Пимофу-Корт был сам, наверное, продуктивным кремом, от которого также ничего, естественно, не случилось. Естественно, что никакие анализы на грибок не были взяты. Мы отменили все вот эти крема, которые не привели никакому эффекту. Хорошо, что еще не сделали хуже, потому что все они содержат глюкортикостероидные кремы, вызывают истончение кожи, да, при длительном применении, что и было у данного пациента. Он месяцами мазал. Ну и, соответственно, такие пациенты нередко обращаются ко мне уже с эрозивным баллонопаститом. Ну, что здесь обращает внимание на себя внешне? Внешне, да, как бы это вот такая четкая граница. Вы видите там свободный участок около уретры, да? Это говорит о том, что первое подобное покраснение не произошло из уретры, да, а некоторые еще и грамотные урологи часто связаны с простатитами, да? На ходе простатиты лечат их, а покраснение становится только сильнее. Ну, такая четкая граница говорит о диагнозе, который называется псориазм. Без сомнения, диагноз есть этот или нет, но так как это произошло после секса с женой, то и эту жену надо проверить по-хорошему, и этого пациента надо проверить, что мы сделали, на грибки, молочницы с головки члена, на половые инфекции и так далее. То есть в первую очередь нужно это проверить, исключить также кровь на аллергию, сдать что-то такое, может быть в отдельном видео на нашем канале, и какая здесь методика лечения. Внутривенный азон, натрия сульфат, кальций, глюканат, витамины В6, гептравма внутримышечная, это вот внутримышечная инъекция через день и местное облучение, пувотерапия на головку члена. Требуется, как правило, 6-7 сеансов, постепенно данное покраснение проходит, вы можете видеть, вот практически чистый уже член, через 7 сеансов подобного лечения. Ну, сеансы делаются два раза в неделю, а вот непосредственно инъекции делаются через день. Да, такое, так сказать, длительное лечение гораздо лучше, чем ходить с таким покрасневшим членом, мазать гормональными мазями. Поэтому, прежде чем мазать гормональными мазями, лучше, конечно, взять анализ, и это лучше сделать сначала, да, но и обращаться тем врачам, которые этим занимаются, они просто назначают на шлем различные мази без каких-либо анализов и хотя бы приблизительно правильных диагнозов. При необходимости диагностики и лечения различных патологий в области головки члена, в области крайней плоти, вы можете обратиться к венерологам, урологам нашего медицинского центра Платы КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас, наши клиники. Также подписывайтесь на наш канал на YouTube, наш канал в Instagram. Спасибо за внимание.